Перейти на концепцию тарифов обмена инвестиций предложили в Министерстве нациоэкономики. Таким образом, там намерены решить проблему недофинансирования коммунальной сферы. Другими словами, монополисты смогут повышать тарифы на свое усмотрение при условии, что вложат хорошие инвестиции в модернизацию сетей. На сегодня они изношены почти на 60%. Отметим, что подобную реформу увеличения инвестиций в отрасль за счет собственного имущества уже пытались провести в стране, когда тариф был увеличен практически вдвое. Но вопрос модернизации сетей так и остался нерешенным. Глава нациоэкономики также рассказал, что будет проведена работа по дифференциации налоговых ставок, снижению корпоративного подоходного налога при реинвестировании прибыли, упрощению специальных налоговых режимов, расширению применения розничного налога, введению налога на роскошь. Правда, самих механизмов, как это все будет работать, пока еще нет. Все в разработке. Сейчас мы разрабатываем концепцию налоговой политики и в целом налоговая реформа будет проводиться в течение следующего года. Новый налоговый кодекс писаться. Те изменения, которые сейчас в законопроектах они в парламенте, это будет своим чередом идти. А все остальное, в том числе дифференцированный налог, налоги на зависимости от отрасли, это будет все обсуждаться с общественностью. Что я могу сейчас сказать? Это большая, это направленная работа. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил одно из предприятий крупного агрокомбината в Минской области. Объединив убыточные хозяйства с крупными производствами, там создали цех по переработке мясной продукции. Увеличивать масштабы и завоевывать новые рынки – такую задачу ставит руководство. Для этого берут хозяйство, которое не приносит прибыль. Агрокомбинат уже развернулся в восьми районах Минской области. За пять лет удалось наладить производство полного цикла с собственной сырьевой базой. Это хороший антикризисный план для убыточных хозяйств, уверен Александр Лукашенко. Таких только по Минской области почти четверть. Их либо предстоит восстановить с нуля, либо отдать под крыло промышленным предприятиям, либо, как в этом случае, объединить с более крупным игроком. Отдать убыточное хозяйство в частные руки – не выход из ситуации, считает президент. На селе нужны не только рабочие места. Кто-то должен выполнять еще и специальную функцию. Создавать инфраструктуру, возводить жилье. И продажи предприятий возможно только на таких условиях. В центре внимания Лукашенко и ход уборочной кампании. Поля почти убраны, аграрии идут на рекорд. Лукашенко призывает задуматься, так ли важно перевыполнить план. Планку в 11 миллионов тонн можно достичь за счет кукурузы. Но у этой культуры есть еще одно не важное применение – корм для животных. Этот год станет для аграриев отправной точкой. Цифры по нынешнему урожая будут планкой, на будущее заявил президент. По словам Александра Лукашенко, сейчас 25% хозяйств Минской области нужно спасать. Навели здесь порядок, привели технологию, разобрались основы здесь птицоводства. Плюс мы запустили комбикормовые заводы. Теперь это тоже замкнутый цикл производства. Они сами производят зерно, сами перерабатывают, сами себя кормят. Здесь совпадение интересов. Первое, здесь есть земли, которые не дают того результата, который нам хочется. То есть у нас есть земли, люди, деревни и так далее. А у него есть производство. И на этом производстве не хватает зерна, кормов. Он бы мог закупать это зерно в России еще где-то и жил бы припеваючи. Никакого зерна со стороны мы закупать не должны. Пусть, думаю, у нас хватает земли для того, чтобы производить здесь зерно, кормить свою птицу, свиней, да и говядину. Вот простая арифметика. В продолжении политики нулевого ковида и острое ощущение дежавю жителей города Чэнду в китайской провинции Сучуань отправили на принудительную самоизоляцию после того, как в 20 миллионном городе сделали около 160 положительных тестов на коронавирус. Отправиться в магазин за едой может только один член семьи. Для этого нужно показать отрицательный результат теста, сделанного в течение последних суток. На многие продукты выросли цены. Около 130 тысяч пассажиров авиакомпании Люфтганза пострадали из-за забастовки пилотов. Были отменены 800 рейсов. Деятельность авиаперевозчиков Германии была почти полностью остановлена на сутки. Исключением стали некоторые международные перелеты и рейсы дочерней компании Ситилайн. Забастовка стала ответом профсоюзов на провал переговоров об условиях труда. Активисты требуют повысить зарплату для пилотов на 5,5%, чтобы компенсировать инфляцию. Руководство Люфтганза пытается помешать проведению акции через суд, но безуспешно. Тем не менее, после слушаний в арбитраже по трудовым сборам профсоюзы решили переформировать требования об интексации зарплаты. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok